погнали братцы как и говорил едем в уискут и хотя а я вот туда хочу чтобы спрошу есть что-нибудь из киринска говорит есть одна единственная погрузка но ради нее 210 километров в ту сторону трястись по бездорожью нет никакого смысла я верну вот все ну и тут тоже не с магистрального ниоткуда ничего подходящего загрузки есть на платят копейки что ты заберешь отсюда что-то заберешь с братска например тут же те же дрова разница будет до такой степени копеечная ту и ту практически нету а тащить то здесь то хоть пустому ехать по бездорожью тащить лишний раз двадцатку только потому что загрузиться отсюда ну какой резон и там 22 тонны на вален вот короче мы шефом договорились на следующем летом если будет загрузка за деньги на киринск то мы загрузимся от киринска 50 километров не 40 50 километров до деревни остается там уже ладно там уже можно это каким-то образом добраться ну что вы с узкута добираться нереально это неделю надо с узкута потратить не выход а вот уже в киринске ну 50 километров не съездить это будет грех короче договорились не знаю забудет или нет нему напомню вот а сейчас чё 152 километра оказывается вот мне до стоянки вот получается я вчера 152 километра ехал 9 часов чистой езды 9 часов ориентировочно примерно столько же мы будем ехать и назад может быть чуть-чуть быстрее время сейчас полгода четвертого конечно пустого может быть уже там не 15-20 по бездорожью может быть там 20 буду ехать 25 может быть сейчас посмотрим вот точно так же в щадящем режиме потому что скальник никто не отменял конечно в пустую машину он лезет не так но зараза такая что лезет да и потихоньку не спеша отсюда забирать нечего есть погрузки да из магистралки есть все я сам не смотрел ну просто раньше смотрел когда вы пихал один лишь только тасс но та цена которую дает отсюда она не стоит того я вообще не понимаю кто ее отсюда и мне вывозит эти грузы может быть чуть чуть дешевле ты заберешь с братска так считать с братска 150 и там 350 500 километров ты пустой ешь не стоит они того то что отсюда предлагает предложили бы нормальный ценник забрали бы базара нет труда же его вот в прошлый раз реально можно было убежать северо-байкальск с этого с кунаевский вот за машина была в кунаевском там совсем недалеко там а ну сколько там оставил от северо-байкальска километров 120 130 из северо-байкальска была нормальная погрузка не помню про то куда но можно было забрать за нормальные деньги но шеф не рискнул а сейчас тут тоже до северо-байкальска пустом убежать это 200 километров то же самое по бездорожью и эти 200 километров то что даже может быть оттуда если есть то она не оправдывает 200 туда по бездорожью 200 обратно вот 400 километров они не оправдываются если мы там находились тогда конечно можно было может быть что-то вот вас магистрального может быть сегодня потому что понедельник ничего такого нет не знаю я не смотрел погрузки у меня интернет кстати про интернет это вот у любителям подписать почему видео где видео почему не выходят каждый день 2g вилайн голосовые даже отлетать не хотят не говоря уже о том что как и про какие-то видео можно тут разговоры есть вот сейчас до учку то доберемся выкинем основное уже видео на два дня вперед готовы выложить я их просто не могу вместо нашей ночевки иметься ввиду если что здесь можно спокойно переночевать все сейчас чуть-чуть у нас асфальта и все изумительное бездорожье потихоньку не торопясь если получится в ней мы подписчиком встретимся если у него получится мы сюда хотели но он занят был не получится значит следующий раз потому что киринск уже зафрахтован киринск северо-байкальск надо посетить обязательно погодка шепчет сварится очень как прелесть так что будем сейчас потихонечку тарахтеть вот наверно сюда асфальт заканчивается вон там надо сейчас таки яма будут хорошие а потом все не начинается изумительное бездорожье пустому пустому чем плохо пустому на полин пьет 30 будет тоже сильно не поедешь кстати сейчас я не знаю куда они ходят за какими грибами я сейчас вот где стоял вышел в лес в кусты отошел там о жизни подумать скажем так ё-моё маслят можно было ведро накосить сразу же и кто не берет 1 сорвал посмотрел 2 сорвал посмотрел даже не червивые за гриб не считают и когда в чунском стоял тоже там ходил тогда по лесу там гулял мы уже то там же был ноябрь маслят было много у правда они уже были червивые а здесь вот такие молоденькие свеженькие и не хочу и не надо в лес хотеть даже вот не но никто не берет все авто по моим об поехали пустой наверное еще медленнее буду ехать пустую и еще больше трясет и какое тут быстрее поедешь так и будем ехать как и сюда ехали чего говорить пустую еще больше колбасит с расчетом 9 часов к часу ночи приедем может двум только в щадящим режиме только в щадящим с богом потарахтели а что что ну вот здесь все ну и сейчас вот Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мушек плели таких Субтитры сделал DimaTorzok На два крючка DimaTorzok Пошел бы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Средняя скорость 10 км в час ДимаTorzok 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 ну и все равно для мазиком ходил постный прицепов пустой все он это пролетел и пошел через 10 километров доезжая смотрю уже конкрат стоит все утверждать не буду но принцип как вот этот скальник загоняется колесо такой же самый как и болты просто лежачий болт он же уника жизни в колесо не залезть чем глаза вас алкад его подымаешь и следующим колесом на него наезжаешь все получи зрели трактор может быть и лишь без ремня нет может быть я конечно и не прав я не спорю мне кажется принцип такой же абсолютно такой же сейчас мы игра и к закончится с правой стороны там я помню там площадочка была у нас там подписчик что питали время сейчас 6 вечера и ну долго не буду но участка часть можно постоять поговорить до стоянки 120 километров осталось еще лет все равно но сейчас темнее все это дело недолго тут солнышко светить 6 час еще два часа и все и будет темно 8 будет уже темно я хотел здесь асфальт уже местами для гуляш после дни и у нас останется что звездный и больше уже до учку то населенных пунктов не будет что там от Звездного там 60 километров до Усть-Куда остается здесь до Звездного где-то, наверное, тридцатка и там километров 60 вот у нас, видишь, у меня телефон пишет возможно, у вас есть новое сообщение интернет, наверное, 1G или полтора, мне даже интересно Виталий, надо сейчас у него спросить откуда у него тут интернет наверное, какой-то хитрый связи пользуется вот циркушка, вижу все хватит асфальт закончился вон, белая Toyota ого, там у нас целая группа захвата пить будете? нет вести разъяснительную работу ну ладно вот, металли здесь где-то правильно рассмотрел у нас на костылях я не знал этого, если честно наверное, с дочкой или с внучкой мое вам почтение не, мне показалось только стыли или не показалось нет, не показалось о, постояли, поговорили недолго, правда маленькие летят ты, Виталий, просто ногу сломал лечится сейчас все, счастливо запойку передали я говорю, что вы делаете? не надо нет, нет, нет жена собрала в общем подкармливать местными продуктами спасибо огромное от души скорейшего Виталия выздоровления с ногой, чтобы опять в строй приятно неожиданно, если честно вот я не ожидал как бы места мягко скажем слегка глухие и так, чтобы и здесь встретиться с кем-то вот этот человек Виталий он мне подсказал что в Небели нету интернета ну и не интернета нету мегафона и вот опять же от души благодарность купил Билайн хоть была какая-то связь а тот приехал бы туда я не знал бы что делать мы постояли наверное минут 20 может 25 долго не стояли продолжаем сейчас правда у нас уже стемнеет сейчас солнышко спрячется за гору ехать нам еще далеко поэтому как ехать недалеко но ехать долго поэтому не стали долго задерживаться да и у людей дела свои вот она сейчас вот за эту гору солнышко спрячется еще час-полтора и будет темно хотел спросить каким ну как сюда попала он говорит железнодорожником здесь работает год до пенсии остался вот да тут тоже да пилорама еще так висель тут досок висели марина не марина вот нам туда на ту гору сейчас мы так вот объедем и поедем дальше тихоньку не торопясь вот он скальник видите вот он тварь о но тут он просто заглянул в гости и на это то ладно даже это я думаю это так не это не то это не тот он же острый который влазит я что-то на выезде думать дай до ветру приспичило по зову природы камней много это повылетает и это фигня просил у Виталия говорю а как откуда связь то а он говорит это 4G теле 2 о как здесь о уже поменял колесо вот этот массу уже обгонял меня потом колесо менял я пока с Виталием стал разговаривал вот опять летит давай давай топи да 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 он лихо наверное наружнее что-то коллега стоит на вайках что случилось какая помощь нужна колеса вроде целые а он наверное а он выгружал вот здесь просто этот трактор наверное выгрузил да 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 местные ребята местные здесь трактор разгрузил по следам видно хорошие здесь пожарищи было правда смотрится сколько леса здесь горело вообще такой кусок очень очень большой поэтому ему наша помощь не нужна скорее когда-нибудь не дай бог нам может понадобиться его помощь даймитом гору подняться зимой да обожающе тут был конечно стука леса стука деревьев повалило повыгорало или это нет повыгорали еще это или ты попилили повыкорчевывали что я не пойму я не на этих то не видно что пожарище волк это вот корни как бы попали спаленные пожарные корни бурелом какой-то вообще какой-то ураган может какой прошелся может не пожар на ганбул не он спаленные стоят горело 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 здесь ну мы уже сейчас это будем темноту встречать 91 километр до лужку то это уже талены осталось ехать 44 проехали время не знаю сколько сейчас скажу асмут 8 в общей сложности за пять с половиной часов мы добрались до звездного по времени простряли 71 километр 5 с половиной часов половина пути конечно же меньше часа четыре на четыре с половиной 81 километр до стоянки 63 это до лет там еще шоссмальт километров там сколько я не помню ориентировочно да еще часов пять поэтому что правильно будет лежать ужинать все более время уже полдесятого или там еще долго не в кафе не пойдем у нас сегодня на ужин будет этот хариус жареный с картошечкой уважение виталия вот не знаю заехать туда где братва стоит или уже не лезть встать на обочине крутиться там потом развороты эти делать там они что-то вон машину понаставили и я не полезу поеду туда где этот знак я ночевать не буду не знаю где этот до сюда ехали стоит там трактор который здесь строил этот звезды так тут конечно у нас я вам скажу переездик тут очень хороший встанем тут вы тут движение 5 машин проезжает на габаритер да и все видите разбегается связи нет здесь сюда ехал на пилайне сюда здесь тоже не было связи микрофона тут тоже нет скорее всего здесь тоже теле 2 наверное это же асфальт я не думаю что поселок такой приличный должно быть здесь в связи скорей всего как и в ней тоже теле 2 у нас же асфальт гулявши у асфальта погнали ужинцы выехал на асфальт еду 48 сейчас 50 быстрее асфальт не позволяет такое ощущение что что лечу а не еду после когда едешь 10-15 даже 20 уже разгонялся доказалось у как быстро я еду ну что волком в усть кут так примерно все как и в прошлый раз почти 9 часов еще 19 километров до стоянке время уже 15 минут третьего все нормально расход 3 4 с половиной это 10 тонн движения 16 движения грузовиков запрещено это вот загрузки вот по этой дороге на пустую машину как вы выдал расход я думаю что когда я тащил туда 21 расход был на этот участок наверно полтинник вот все ездим на стоянку ложимся спать загрузками пока отсюда ничего насчем как бы вчера будем еще быть вчера не взяли понедельник я думаю процентов 95 что суть будто мы все-таки уйдем пустые на братск потому что тут как-то вот интересно получается спута дают такую же цену что из братска а то и меньшую но меньшую нет такая же цена то есть смысл отсюда еще 350 километров по хребтам тащить те же 22 тонны что здесь каких-нибудь досок навалят поэтому ну с утра глянем на белоруссию загрузится бы опять до минска из братской лесусти лимска как мы грузились но это пока я колеса смотрел пока там тоже никакой определенности если не будет на белоруссию понятно что нибудь это здесь по россии зацелим это по россии здесь отсюда вот вообще платить не хотят от слова совсем сейчас глянем отсюда по прямой знак висит грузовикам запрещено или нет потому что как бы по и служим по закону то я сейчас должен на право уходить туда висит я думаю что не такого шум и знак а перепроложить все 20 поехали спать нормально потрудились можно поехать и отдохнуть завтра будет день вернее по местному то уже сегодня будет день будет пища будет какой-то результат стоянка запрещена кроме лизер транса здесь и завод какой-то слева вот они тут все тут машины стоят чем-то здесь грузится или выгружается и а